В конце есть приложение. Схема земельного участка по удержанию. Подписываемое предпринимателем и администрацией. В соответствии с правилами, у тех по удержанию отдельно-стоящих зданий вам уже сказали, если у вас есть магазин, вы должны содержать не только вход по правилам благоустройства, а по окно, по помещению, которое заканчивается в этом доме. То есть у вас вход вот здесь, а вот здесь ваше последнее окно. Так вы содержать по правилам благоустройства должны от входа до этого окна. Не пареньки, а мы не хотим сгибаться. Я почему это делаю? Там идет определенное количество метражей. Так вот в этих правилах благоустройства и соображения есть схема вашего участка, которую вы должны будете содержать. И потом же ни инспектор, ни даже, извините, глава, никто не придет вам и не скажет, а почему у вас мусор здесь? У вас, ну, ваша территория, вы понимаете, что вы убираете и что за вами закреплено. То есть это правовые границы ваши и города. Как раз идет вот это, вы понимаете, это участок ваш, вот это участок следующего магазина, вот этот участок муниципалитет убирается. И мы все в итоге понимаем свою ответственность, кто за что отвечает. Потому что мы должны понимать, муниципалитет не успевает. Муниципалитетная земля, это немножко бесхозная земля. А весь этот мусор все равно летит к нам. Ну, это идет взаимопомощь, взаимосвязь. То есть если я убрала у своего магазина, я автоматически хочу, чтобы мой сосед убрался, потому что этот мусор летит ко мне, я заинтересован. Я проведу с ним беседу, не знаю. У нас чисто в нашем доме. Вот везде, понимаете, да? Да, поэтому, вот мне призыв, если вы хотите понимать, да, что за вами закреплено, какие вопросы вовле, это, во-первых, иметь как настольную книгу правила благоустройства, архитектурный код, он, конечно, очень сложен для понимания, но благодаря нашему архитектору можно их и успея найти себя всегда понять. И все-таки подписать соглашение о разграничении границ, чтобы вы четко знали, вот это моя земля, вот это я отвечаю, а вот эта земля уже другого человека, который тоже за ней. И вот эта история правовая закончится, мы с вами не будем собираться, да, и чтобы вы у вас как маленьких детей, мы с вами все взрослые люди, все предприниматели, все знают, что такое свое. За это будем отвечать. Поэтому я вас все-таки призываю, правовая просто с вами с вами снялась. И не забывайте, нарушение правил благоустройства это административная ответственность. У нас даже разовое нарушение административной ответственности идет к уголовной ответственности. Это не просто так, не просто так мы привели к законодательному уровню. Это уже как бы не привели к законодательному уровню. Это уже как бы не привели к вам может сказать. Это будет похоро. И подробного, да? Спасибо, Лидия Владимировна.